В Ленинском управлении социальной защиты населения реализуются более 70 мер поддержки малоимущих граждан. Выплаты назначаются и выплачиваются льготным категориям в соответствии с федеральным и региональным законодательством. Очень много сейчас мер социальной поддержки зависят от дохода гражданина и семьи. Вот такое принято решение с 1 января назначить выплату в размере 700 рублей одинокопроживающим пенсионерам старше 70 лет и семьям пенсионеров одинокопроживающих, ну муж и жена, скажем так, да, и больше с ними никто не зарегистрировал. Ленинским управлением социальной защиты населения было принято решение начать предварительно прием заявлений на дополнительную меру социальной поддержки от одинокопроживающих пенсионеров. Выплата будет назначаться с месяца подачи заявления. То есть, если у человека возникли обстоятельства, когда он стал соответствовать всем трем пунктам, указанным в законопроекте, давайте еще раз к ним вернемся, кому же все-таки будет назначена выплата? Это одинокопроживающий гражданин, либо если в квартире зарегистрированы только пенсионеры. То есть, основанием в данном случае является выписка из домовой книги. Там либо один пенсионер, либо все, кто проживает, являются пенсионером. Соответственно, второе условие, что кто-то из них является в возрасте старше 70 лет. И доход не пенсии, а доход пенсионера меньше, чем 16 800. Доход складывается из пенсии, социальной карты, компенсации за ЖКХ, ежемесячных денежных выплат. Я вообще одинокопроживающая пенсионерка. Пенсия у меня 11 628 рублей. Я попадаю под эту категорию. Вы рады? Ну, конечно, у меня же копеечная. Что же, у меня ни льгот, ничего. Дополнительная мера социальной поддержки одинокопроживающих пенсионеров, предназначенная жителям Московской области старше 70 лет, носит адресный характер и определена в связи с тем, что эта категория пожилых людей самая незащищенная. Пенсионеры Ленинского района оформить дополнительную меру поддержки могут в Управлении социальной защиты в городе Видное, улица Школьная, дом 60. Людмила Медведева, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.